Математика — это что там, квадратное уравнение, показать другим, что они умные. Когда мне захотелось, так сказать, выйти и уйти, ну знаешь, пошел, расскажи. Взрослые люди знают даже меньше. Хочешь, не хочешь, да, берешь и делаешь. Как вот везде успевать? Ответ будет такой, а не как. Привет, студент! Сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой геометрии Аркадий Александрович Попов. Здравствуйте! Здравствуйте! Аркадий Александрович, расскажите, в каком возрасте в вашей жизни появилась наука? В школьном, точно не помню. Ну, где-то старшее класса, наверное, там, осознал. Правда, потом понял, что в школе математику нехороший предмет. Но, в общем и целом, школьная математика – это что там, квадратное уравнение, понятие там синус-косинус логарифмов экспонента, и, в общем, все. А, производную еще нам давали. В общем, когда потом оборачиваешься назад, понимаешь, что, в общем, не очень много дали информации, но, тем не менее, ну, школа, в общем, есть школа, там, Олимпиады, все это было. То есть, первый раз в жизни о математике узнали в школе? Конечно, как и все, я думаю. Участвовали в Олимпиадном движении? Да. Там, вплоть до… Я учился в Казахстане, в небольшом городке, но, в общем, до казахстанского уровня я там добирался. Так что, в общем, все было удачно, складывалось, да. А вот скажите, а если человек участвует в Олимпиадах, можно ли сказать, что он в математике гораздо больше преуспеет, чем человек, который не участвовал в Олимпиадах? Есть ли какая-то связь между Олимпиадами и успехом в математике? Ну, наверняка. Другое дело, что, может, это и не обязательно, я не знаю, но Олимпиада, в общем, все стремятся быть, показать другим, что они умны. Олимпиада, в общем, дает такую возможность, и там школьник, там, у него появляется уважение к самому себе, окружающие его, в общем, уважают. Так что Олимпиада, в общем, дело полезное, нужное, хорошее. Так что в этом смысле, как говорится, как только я закончил университет, так что я уже шла принимать участие уже как в качестве члена жюри в Олимпиадах, а сейчас я председатель жюри Олимпиады по математике в Татарстане. Так что, в общем, это дело такое полезное. В 1976 году вы приезжаете в Казань и поступаете в Казанский университет. Скажите, было ли сложно вам учиться на первых порах? Сложно, как и всем. Переход от школьного образования к вузовскому – это шок. Так что, ну, повезло, наверное, с преподавателями. Первая сессия прошла хорошо. Так что, в общем, это уверенности все придало. И, в общем, выяснилось, что я, в общем, не хуже, чем другие могу учиться. Хотя я помню эту свою первую лекцию, когда мне захотелось, так сказать, выйти и уйти, и уехать отсюда насовсем. Потому что первая лекция – это что-то невероятное. Тензор округости, тензор деформации, закон Гукова в анизотропной среде. Для школьника после 10 класса это, я говорю, было нечто такое, что, в общем, хочется… Все, наверное, все понимают, кроме тебя. Хочется встать, уйти и, в общем, понять, что вроде это не твое. Ну, в общем, разбрались, все было хорошо. Все как бы, в общем, все хорошо кончилось. Почему именно физика и математика вызвали у вас такой сильный интерес? Другие предметы в школе, они какие-то… Нет, ну, они такие, ну, как посмотреть кино. Любопытно, конечно, хорошо. А математика в школе и математика в вузе, математика в науке, они, в общем, достаточно близки между собой. Поэтому тут просто чувствуешь себя, вот да, вот да, понимаешь, ух ты, здорово. Не просто почитал книжку, там, мог пересказать содержание, а тут задачу мог решить, еще что-то. В общем, предмет такой, недаром говорят, самый-самый такой. Ну, в общем, какие-то успехи, наверное, были. Поэтому предпочтение, наверное, в связи с этим и отдавалось. Помните ли вы, как прошла ваша первая пара в качестве преподавателя? Тоже был шок. Это было в педагогическом институте. И мой заведующий кафедрой сказал так, ну вот, завтра пойдешь читать лекцию. Ну, в общем, как-то оно, вот даже не практику, а лекцию, это, в общем, был тоже шок. Ну, ничего, как-то оно, в общем, достаточно быстро. Вот это, на самом деле, без больших проблем прошло. Ну, потому что преподавание для большинства, я надеюсь, преподавателей, процесс естественный. Ну, просто рассказываешь, что сам знаешь. Другое дело, вот знаешь, не знаешь, ну да, к каким-то там спецкурсам надо готовиться. Ну, и к обычным курсам тоже надо, конечно, готовиться, потому что, ну, понятно, в прошлом году читал, надо посмотреть, вспомнить, о чем рассказывать, да, чтобы там не было никаких шорохов, шороховатостей. Так что, в общем, да нет, процесс естественный, так что преподавание, в общем, это не очень сложно, наверное. Скажите, а вы как преподаватель со стажем уже выбрали свою стратегию преподавания? Вот стратегию, как заинтересовать ученика, например? Нет, это процесс сложный. Творческий. Тут, 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 я не знаю рецептов, ничего не могу сказать по этому поводу. Для меня преподавание, еще раз говорю, дело естественное, и поэтому, ну, если будут студенты ходить, и будут, надо объяснить, наверное, что, в общем, любое обучение, а уж на мехмате точно, это нечто, что дает лишнюю извилину в мозгу, которая полезна людям всегда и всюду, и поэтому, в общем, ну... Школьное образование, в общем, отличается от университетского тем, что сюда все-таки идут люди, которые, которые решили учиться. И это, в общем, намного упрощает сам процесс обучения, поэтому, в общем, все-все естественно, и никаких больших секретов я здесь не знаю. Вы являетесь автором более 40 научных работ. Не могли бы вы нам рассказать, в какой области вы работаете, а также объяснить одну работу на пальцах? В какой области? Ну, видите, областей несколько. Последние работы — это работы, связанные с модифицированными теориями гравитации. Еще раз, есть теория Эйнштейна. Люди поняли, что она не совсем полна, ну, не совсем хороша, не совсем отвечает тем измерениям, которые люди уже сделали, и поэтому, начиная там не очень давно, ну, скажем, лет 30-20 назад, люди стали думать, как ее модифицировать. Есть много всяких вариантов. Вот некоторые такие из вариантов этой модификации — это вот одно из направлений моей деятельности. Ну, есть работы, связанные с квантовой теорией поля в искривленных пространствах-временах — это такая достаточно тяжелая теория. Ну, правда, тут уже немного работы, но сама по себе счет достаточно тяжелый, а таких больших результатов, которые в кривых пространствах можно там насчитать, их не очень много, интересных. Хотя одна из областей есть применимость, это вот квантовая теория поля в искривленных пространствах-временах — это та тема, которая, по крайней мере, в существующих уже теориях, признанных теориях, могла бы объяснить существование кротовых норм или топологических ручек, соединяющих там разные Вселенные, там удаленные части одной Вселенной. Ну, в общем, здесь есть еще, кстати, место для работы, хотя, я говорю, это тяжелая деятельность, и тут работы не очень много. Не могли бы вы нам объяснить одну работу на пальцах? Ну, пожалуйста, если у вас есть заряд, и вы помещаете его на цилиндр, он живет в двумерном пространстве, то, в общем, он останется на месте. А если вы его разместите на конус, то, в общем, там, помните эти школьные картинки про силовые линии? Они вот будут несимметричными, и, в общем, легко понять, что этот заряд будет отталкиваться от вершины этого конуса. Ну, вот в четырехмерных искривленных пространствах, в которых мы с вами живем, заряд такой тоже будет, что-то с ним будет происходить, он не будет находиться в покое. Вот вопрос, как посчитать такую силу, которая действует на этот заряд, если он находится в кротовой норе, это вот одна из, там, ну, не очень давних работ. Дело в том, что вот это поле, которое создает заряд, оно там распространяется до бесконечности, в силу, там, несимметрии, геометрии пространства, вот там с ним что-то начинает происходить. Что вы эту задачу посчитать? Посчитали. Аркадий Александрович, вы выступаете на различных мероприятиях, посвященных популяризации науки. Расскажите, какое место в вашей жизни занимает эта деятельность? Ну, я член коллектива, вот нашего Мехмата, и, в общем, Мехмат занимается привлечением абитуриентов, поэтому вот есть всякие мероприятия по этому поводу, там, дни науки, приемные кампании, в общем и целом, конечно, тут вот всякие выступления возникают. Кроме того, я говорю, я председатель жюри, и там приходится где-то как-то выступать, иногда приходится перед школьниками выступать в школах, по тем и иным поводам. У меня и знакомые учителя, которые иногда меня приглашают. Так что, ну, вот это по мере, так сказать, появления такой необходимости. Специально, конечно, этой деятельностью не занимаешь. Но когда кто-нибудь где-нибудь попросит, да, такое бывает. Вот вы сейчас сказали, что вам приходится выступать перед школьниками. Скажите, а вот кому сложнее рассказывать материал, школьникам или студентам? Да, в общем, это не принципиально, на мой взгляд, потому что когда я рассказываю о науке, то и школьники, и студенты, они в этой области еще немного знают, поэтому рассказывать популярно. В общем, на самом деле, людям заинтересованным, если заинтересованы, то слушают, да, потом можно рассказывать о вещах, которые знают все. Ну, я не знаю, там, про теорему Пифагора, но я надеюсь, многие про нее знают, про Евклида, наверное, что-то тоже слышали, про Лобачевского некоторые слышали. Так что, в общем, это не принципиально. Школьники, студенты, порой взрослые люди знают даже меньше, чем школьники и студенты. Как-то со временем знание у них улетучивается, и поэтому в такой аудитории бывает еще сложнее. Мне известно, что многие работы вы писали в соавторстве с другими учеными. Расскажите, как вас с ними свела судьба, и поддерживаете ли вы с ними общение вне науки? Ну, да, соавторы... Ну, со многими познакомился на конференциях. Есть гравитационное общество. Ну, на самом деле, я еще раз говорю, это люди, с которыми так или иначе где-то общался, с кем-то вот учился, работал. Поэтому, конечно, вот познакомились таким образом, а что касается отношений, ну, да, с некоторым совершенно дружеские отношения. Да, собственно, все в силе соавторами дружеские отношения. По-другому, наверное, быть не может. Ну, потому что соавторы, это же, в общем, такое обмен мнениями иногда, там, со скандалами. Ну, это, так сказать, не скандал, точнее, не совпадение в том или ином, там, кстати, мнении о той или иной выводе и так далее. Да, конечно, общаюсь, коллеги разные, некоторые за границей, некоторые в других городах России, некоторые вот здесь рядышком. Так что, в общем, вот, все хорошо. Скажите, а вот в современной науке имеет ли место конкуренция между учеными? Ну, конечно, а как же? Вспомнить того же Перельмана с его результатами, это, в общем, к такому многие стремятся, безусловно. Другое дело, что ученых стало много, они стали работать достаточно широко, и поэтому, если ты занимаешься там новой темой, но решаешь новую задачу, ну, вряд ли кто-нибудь у тебя будет совсем конкурентом. То есть вот так, чтобы я сталкивался с таким, что вот кто-то тебя опередил, ну, нет, за всю жизнь не сталкивался. В общем, придумываешь задачу, сам ее решаешь. Если даже кто-то другой где-то, когда ты делал нечто аналогичное, но это все равно не совсем, так сказать, а идентичные результаты, так что тут все... В общем, поле деятельности достаточно широко, чтобы вот так сталкиваться уж совсем с авторскими правами, нет, такого не было. Вот вы сейчас упомянули Перельмана. Не могли бы вы рассказать, что он открыл простым языком? Могу. Речь идет о некоторой понятии, что наше пространство, вот трехмерное которое пространство, в некотором смысле идентичны трехмерной сфере. Ну, в общем и целом, вот если у вас есть сдутый мячик, и вы его можете надуть, так сказать, вот непрерывным преобразованием, сделать из него круглый мячик. Так вот, Перельмана приблизительно такое доказал про трехмерное пространство. Ну, точнее, одной из такой возможностей, что вот наше трехмерное пространство в некоторой ситуации может быть вот так вот непрерывно переведено в трехмерную сферу. Замечательно. Ну, если оно при этом, конечно, вот это же математика, при этом должны выполняться некоторые условия. компактность, ну, в общем, некоторые предварительные, так сказать, условия должны выполняться. Тогда, да, тогда вот трехмерная сфера, если правда, что такое трехмерная сфера, сложнее понять. Ну, тут вещи такие, у вас есть прямая или кривая, плоская поверхность или кривая поверхность, плоское трехмерное пространство, и вот представьте себе кривовое трехмерное пространство. Представить, конечно, тяжело, но, в общем, по аналогии можно что-нибудь такое изобразить. Ну, и вот если у вас есть двумерная сфера, то вот в какой-то мере можно, наверное, представить, что такое трехмерная сфера. Представить нельзя, но, в общем, так сказать, аналитически продолжить, что ли, эту мысль. Так что вот чудный результат при тех условиях, которые там изначально были заложены. Скажите, чему вы научились у студентов? Не знаю. Не могу ответить. Давайте так, не могу ответить. Наверное, научился, наверное, все это происходит. Преподавание – процесс естественный, как мне всегда кажется. Я вот иногда вижу, у других преподавателей бывают проблемы с чем-то там, но, в общем и целом, начиная с университетских времен, когда у нас была вот эта практика преподавательская, мне всегда казалось, ну, знаешь, пошел, расскажи, вот все, собственно говоря. Что там еще такого может быть? Хотя есть целые педагогические вузы с большой программой, которые учат, которые меня сейчас, наверное, поругают, которые предмет педагогика читаются. Ну, как-то вот в моей жизни все сложилось естественно. Не знаю, хорошо ли или плохо преподаю, ну, преподаю же, наверное, как-то получается. Воспитал кучу всяких вот учителей математики, периодически с ними встречаюсь. Там или иначе, на каких-нибудь олимпиадах приедешь, там они привозят своих школьников, выясняется, что когда-то они у меня учились. Ну, вот, вот, всякое бывает. Так что я не знаю, чему я научился у студентов. Ну, наверняка научился в жизни. Хорошо. А поддерживаете ли вы спустя годы общение со своими учениками? Ну, с некоторыми, конечно. Но это в основном все-таки люди, которые у меня учились в аспирантуре, и с которыми я лично, так сказать, долго сидел. Ну, может быть, те, которые писали там дипломные работы. То есть это все-таки личное общение, когда с человеком происходит. Тогда, да, тогда это оставляет и в памяти, и что-то в личных отношениях. Ну, когда вы общаетесь с большой группой студентов, ну, тут уже... Тут даже больше начинаешь входить в положение тех, кто там три раза пересдает. Вот тут ты про человека узнаешь больше, и, в общем, начинаешь ему больше сочувствовать, больше узнавать его личные обстоятельства. И, в общем, вот этот, может быть, даже больше запомнится, нежели чем просто такое общение с коллективом. Интересно, ну, просто вот, как вот везде успевать по всем предметам? Это вот непонятно. Тяжело успевать. Это ваша, собственно говоря, проблема. Да. И должно быть тяжело. Вот поймите, что... Говорят, что где-то учиться легко. Да, легко. Ну, и результат, в общем, может оказаться таким же. Там, где учиться тяжело, да, тяжело, да, да, сложно, да, к экзаменам готовиться сложно, да, там теоремы, там, доказывать сложно, где-то надо помнить, где-то надо... Да, да, я понимаю, сложно, но зато это вот и оставляет вот в мозгу в вашем тот след, который позволяет вам потом достигать в этой жизни каких-то результатов. Да, тяжело, да, я понимаю, да, сложно, надо преодолевать. Ну, не настолько ведь сложно, чтобы прям вот совсем никак. Да, тяжело, да, надо учиться, да, надо сидеть по ночам, да, надо решать эти, там, 40 задач с Демидовичем, надо, надо, никуда не денешься, иначе не будет вот этих лишних извилинных мозгах. Перейдем к вашей жизни вне работы. Я слышал, что вы любите сплавляться на байдарках. Планируете ли вы в этом году провести свой отпуск в сплаве? Да, мы каждый год без исключения, пытаясь вместе без исключения ходить на байдарки, у меня просто появились внуки, родственники, которые жаждут это делать, и теперь я уже один из организаторов этого мероприятия. На мне много чего лежит, байдарки хранятся у меня. У меня сын, у меня дочь, у них тоже есть дети, и все норовят вот это сделать, поскольку в свое время дети с нами сплавлялись, для них это, в общем, вещь привычная, они своих детей к этому норовят приучить. Так что, да, конечно, это дело такое. Не все на это готовы, это некоторые трудности, но, в общем и целом, интересно, лес, природа, так что, да, конечно. А теперь перейдем к блиц вопросам. Первый вопрос. С чего начинается ваше утро? С завтрака. А, нет, ну, зубы почистить. Умыться, конечно, завтрак. Второй вопрос. Вы много лет занимаетесь наукой. Где вы черпаете вдохновение? Подразумевается, что у меня есть вдохновение. Я бы так не сказал. У меня есть обязательства. У меня есть авторы, которые говорят, что вот уже надо бы вот это сделать, там, хочешь, не хочешь, да, берешь и делаешь. Или у тебя там пара, и хочешь, не хочешь, к ней надо готовиться. Так что, тут опять, я говорю, все складывается естественно. Вдохновение. Можно ли это назвать вдохновением? Не знаю. Нет. Нет. Нет никакого вдохновения. Я, по крайней мере, не чувствую, что вот что-то там вдохновило, и я стал что-то делать. Нет. Такого не происходит. И последний. Если бы вам могли ответить на любой ваш вопрос, то какой вопрос вы бы задали? Есть очень интересный вопрос. Как проконтовать гравитацию? Но, боюсь, я догадываюсь, что ответ будет такой, а не как. Боюсь, что... Ну, в общем, этот вопрос очень интересный. Много людей поломало копья на этом. Но скорее всего складывается так, что, в общем, может быть, и никак. А вообще, как устроен окружающий мир? Вот это один из вопросов, так сказать, как проконтовать гравитацию. Это вот как устроена гравитация вот в той области, которая на размерах порядка планковского. Так, как устроена геометрия в этих областях? Вопрос, конечно, интересный. Но вопрос, узнаем ли мы в этом когда-нибудь, я боюсь, что, может, и не узнаем. Не могли бы вы дать совет нашим студентам? Помимо традиционного учиться, учиться и учиться? Ну, поймите, что в вашей жизни ваши мозги вам понадобятся. И поэтому, так сказать, оставаться быть троечником, на мой взгляд, это наложит на вашу жизнь соответствующую печать. Стремитесь учиться, хорошо. Я понимаю, тяжело, но надо. И это в вашей жизни скажется. Так что, учитесь хорошо. Есть еще один совет студентам. Когда будете выбирать научного руководителя для вашей курсовой, а потом, наверное, и дипломной работы, пытайтесь познакомиться с преподавателями. Получше по многим, со многими. Посмотрите на их страничку, посмотрите, чем они занимаются, много ли работ печатают. Если вы, конечно, хотите заниматься наукой, то, наверное, вам лучше пойти писать ваш диплом к человеку, который потом сможет стать вашим научным руководителем и в аспирантуре. Так что, а может быть, вам что-то там в виде темы покажется интересным. Так что, вот, знакомьтесь с окружающими преподавателями, это полезно. Вот такой совет. Аркадий Александрович, благодарим вас за это интервью. И вам спасибо. Надеюсь, это будет полезно для студентов.